Всех приветствую на канале Мехо, я буду играть и проходить игру серии игр покемон на приставках геймбой или нинтендо. Это жёлтая версия, yellow version. Она вышла в 2000 или 1999 году. Данные с википедией здесь различаются, но в любом случае это, можно сказать, вторая или третья игра из серии игр покемон. Первая была Blue and Red, которые вышли парой, и yellow вышла, может быть, вторая, к вторым рядом чуть позже. И это единственная игра, где кроме основного персонажа за нами бегает ещё покемон. Ну и, конечно, это Пикачу, как вы можете видеть, соответственно, в моём фоне, в моей картинке. Это единственная игра, и поэтому я её выбрал. Можно было, конечно, выбрать самую первую, но я решил, что, скажем, если я уже буду играть в старинку, буду играть более-менее такую, даже не то, что интересно, а чем-то отличающуюся. Ну и в целом, это на виртуальной консоли, игра на приставках нинтендо, 3DS или просто DS. Нам дали возможность играть во все старые игры, но не во все ещё, а часть, возможно, в дальнейшем появятся ещё всякие кристалл, gold и silver игры, и другие, в которые можно играть и что-то с ними делать. Вот, например, в этом году, в ноябре, выходит, соответственно, давайте, так сказать, fast, собственно... В этом году выходит игра Pokemon Sun and Moon, и новая, седьмая, по-моему, Generation... Как это правильно, по-русски? Неважно, шестой, Generation или седьмой, какой там уже по счёту, и, например... О, извиняюсь. И, например, все Pokemon, которые вы играете тут, можете поймать в версии Yellow, вы можете передать только в ту игру, то есть предыдущие, которые были XY, и, соответственно, Alpha Sapphire и Rubin, какой там... Неважно, какой Rubin, вот, которые последние были... О, раз... Omega, Omega Rabi, вот. Omega Rabi, Alpha Sapphire, вы не можете в эти передать, вы можете передать только, которые будут осенью. Ну, в целом, довольно неплохо придумали, то есть можно передать через Pokemon Bank, и я пока не знаю как, но узнаем. В общем, как всегда, нас знакомятся, привет, добро пожаловать в мир покемонов, меня зовут Олг. Люди называют меня Покемоновский Профессор, Профессор Покемонов. Этот мир населён существами, называемыми Покемонами, там показывает Пикачу. Для некоторых людей покемоны это животные, товашние животные. Другие используют их для битв. Что касается меня, я изучаю покемонов, я изучаю покемонов как профессор. Ну, это его профессия. Ну, и на самом деле, в старых версиях вообще очень короткая была превьюшка, и в новых версиях там что только не рассказываешь, что тебе надо уже там что-то спасти, или так далее. В общем, здесь всё просто. Какое имя? Ну, выберу Эш. Как бы, Эш это Эш, Эш это Эш, тем более с Пикачу. Ну, а здесь это твой соперник. С того момента, как ты был ещё ребёнком. Как его зовут? Ну, здесь тоже, да. Обычно этот соперник появляется чуть позже. И в последних версиях вообще даже не надо было ему имя давать. Ну, а здесь он сразу, с первых уровней. Мы его знаем, и... Ну, и, по-моему, это Гарри. Точно. Теперь я вспомню, его зовут Гарри. Эш, твоя легенда должна открыться. Начнётся сейчас. Мир мечтаний и приключений с покемоном ждут тебя вперёд. И мы становимся таким хоббитом. Чоббитом. Вот первое, видите. Довольно, кстати, не так плохо. Я бы сказал. И я до сих пор помню, что здесь у нас есть поушен. Правильно. Мы забираем поушен. Так, больше у нас тут ничего нету. Время можно менять только с... Я уж не помню, с какой игры, или с Crystal. Ставить времен можно было. А в этих версиях ещё ничего нет. Потому что нет никаких бонусов. Например, в следующих версиях, Crystal, Moon, там... Время идёт... Ну, от времени зависит... NPC, которые... Какие появляются, что могут дать, и так далее, и так далее, и так далее. Мама говорит, правильно. Все мальчики когда-нибудь покидают дом. Это сказали по телевидению. Вот так и смотрите. По телевидению. Профессор Ог живёт... Рядом... Рядом... Сосед... Сосед и... Ищет тебя. Окей, идём к профессору. У нас ничего не хочешь. Я тоже выращиваю покемонов. Ращу покемонов. Когда они станут сильнее, они могут меня защитить. Не смогут меня защитить. Так, ну, по идее, вот это дом профессора. Никто из вас не профессор. Вот ты. Ты же не профессор. Ой, ты Гарри. О, Эш. Деда... Деда здесь нет. Он... Чё? Он бегал... А, я прибежал сюда, потому что он сказал, что для меня есть покемоны. Так, если его здесь нет... А, я помню, помню, помню. Даже не надо заходить в дом Гарри. У нас ботинок пока нет. Надо идти в траву сразу. Как всегда. Эй, подожди, не уходи туда далеко. Это было близко. Дикие покемоны живут в высоких травах. Ну, не такая уж и высокая. Хотя, в принципе, меня закрывает. Это наш первый покемон Пикачу. Сразу же. Ну, в принципе, логично, да. Это единственное, что я знаю про версию в Йеллоу. Я, потому что первый раз, когда я играл, я играл с американским другом. Бред зовут его в школе ещё. И... Пикачу Хойбан. Вообще не парятся. Обычно эти профессоры бьют, бьют, а потом показывают, как это всё надо делать. Ну, и первая игра у нас была, если не ошибаюсь, кристал сразу. То есть, там есть ещё голд, силвер, чуть дальше. Где-то уже вторая локация. Не у Нова, а какая-то наша. Ух. Покемон могут появиться в любое время в высокой траве. У тебя должен быть свой покемонш, который тебя сможет защищать. Я знаю. Пошли со мной. И мы идём за моим первым покемоном. Может быть, и когда же будет два. Кстати. Потому что меня дадут ещё Пикачу по-любому. О, деда. Я уже заждался. Мне уже надоело ждать. Ну, Гарри. Почему ты здесь уже? Я же сказал, чтоб ты возвращался позже. А, неважно. В общем, просто жди здесь. Смотри, Аш. Видишь этот шар на столе? Это называется Покебол. И он содержит покемона внутри. Ты можешь его взять. Иди возьми. Эй. А что насчёт меня? Будь терпеливым, Гарри. Я дам тебе один позже. А, я первый возьму. Фига себе. Нет, я хочу этого покемона. Гарри ухал покемона. Офигеть, кресть. Э, деда, я хочу именно этого. Но я... А, ну, в том случае, этот покемон твой. Я всё равно собирался тебе один дать. Эш, иди сюда. Блин. Гарри, противный такой. Эш, этот покемон, которого я поймал ранее, ты можешь его получить. Я его поймал... ...в дикости. И... ...ещё не успел приручить. Я получаю... ...Пикачу. Нет. Пикачу, он будет Пикачу. Можно было Пика назвать. Нет. Будет Пикачу. Если дикий покемон появляется... ...твой покемон... ...будет драться. После этого... ...ди в другой город. Ну и вот так мы пошли. Ну и первая битва. Как всегда. Давай проверим наших покемонов. Я тебя сделаю. Первая битва. Интересно, кто у него. Иви. А-а-а-а-а-а. О, здесь даже нет этих... Не знаю, есть или нет, но... ...обычно дают всяких... ...бульбазавров, чирмандеров, спиртл. А здесь у нас такая штука. Тандершок. Подождите, а у меня нет атакующих скиллов. Тандершок, он атакующий? Разве? Чё-то я не помню, чтобы он был атакующим. Сейчас проверим. Тандершок. Да, он атакующий. Хм. Ну ладно. Прощаю. Прощаю на этот раз. В принципе, можно было, конечно, Гроулу заюзать сначала. Он что-то то ли понижает атаку, то ли ещё что-то. Ну, в принципе, и так садим. Защита падает. И ещё один Тандершок. И точно всё. Сто процентное, в общем. Пикачу вообще клёвый. Уха, я получил шестой уровень. Здесь, кстати, довольно ещё сложная система прокачки. В отличие от новых версий, после XY, я вообще удивился, что она такая. Здесь есть такой предмет, называемый невозможный. Я же взял, я взял неправильного покемона. Вот верни мне, верни мне назад. Ладно, я заставлю своего покемона драться, и чтобы он стал сильнее. Деда. Эш, деда, увидимся позже. Унюхаемся позже. Унюхаю вас позже. Я не знаю, как это дословно. Ну, увидимся позже, но смелу you later. Что? Посмотри на это. Странно, но... Он... Пикачу, кажется, не любит покебола. Ты должен его держать вместе с собой. Сделай его счастливым. Да. Мы сделаем его счастливым. Ты можешь с ним разговаривать и... Смотреть, как он себя... Как он чувствует... О тебе. Эм... Не очень он как-то относится ко мне. Ну, ладно. Зато он бежит так, хвостиком велеет. Не, вот. Ток-ток-ток-ток-ток-ток-ток-ток. Блин, мне нравится. Ладно. Мы идем в следующий город. Ого. Это что такое? Сменился свет. Надо его покачать. Да. Дерись, мой покемон. Ну, так вот. Есть такая штука, как Perion Share. PJ. Смотрите, уровни. Вот. И в новых версиях... Ну, кто, соответственно, играл или просто смотрел обзоры, видео... Там она, как бы, активируется на всех покемонах пати. И все покемоны получают половину опыта. Причем, кроме того, что они получают половину опыта, основной покемон, по-моему, получает все опыта. Все 100% опыта. Эм... А, соответственно, в старых версиях, вплоть до Black and White, если не ошибаюсь, там был предмет XP Share, который нужно было положить какого-то покемона, чтобы он его держал. И, соответственно, когда он держит... Почему у меня полоскопка не идет? Или это... А, нет. Она не видно? Да, она, похоже, не видно. Не знаю, почему-то у меня полоскопка пустая. Но ведь, надеюсь, это просто... Ну, как бы, в этой версии она еще не так заполнится. Положить и, соответственно, можно было качать только одного покемона. Максу. Дополнительно, кроме основного. И это было очень долго. Ой, немножко страшно, но ты можешь прыгать с них... Ты можешь вернуться в Паллит Таум быстрее этим способом. Ну, то есть, вот через эти прыгать. То есть, наверх надо пробираться через траву. А назад можно будет пропрыгать. Это очень удобно. И у нас Пикачу зеленый. Так, по-моему, нам сюда еще нужно. Так, точно, вспомнил. Нужно какую-то посылку, если не ошибаюсь, забрать. О-о-о! Покемон-центр лечит твою усталость, травмы и... Или погибших покемонов. Так, в общем, в каждом есть покемон. Можно использовать его, а это у нас, по-моему, Кэбл Клаб. Пока мы еще не можем использовать Кэбл Клаб, либо мне нужно что-то присоединить, но либо это все-таки раньше все передачи, то есть, Кэбл Клаб, это, соответственно, торг покемонов между двумя приставками. Единственная возможность... Еще разочек, что там? Ты хочешь знать о двух типах гусениц покемонов? Ну, давай. В Каторпе нету яда, но видло есть. Остерегайся их poison stingers. Окей, спасибо за информацию. Вот, точно, в маркет. Мне нужно в маркет зайти. О, ты пришел из Палеттауна. Ты знаешь профессора. Его заказ прибыл. Сможешь ему отнести? Я получил all ox parcel. Не знаю, что про parcel. Мм, посылка. В магазине, наконец-то, есть potion. Паралис еще продается. Ну, окей, мы здесь все сделали, все, что нужно. Можно спокойно возвращаться. Это основная была цель нашего визита. Получить вот эту... Ну, давайте пройдем. Поубиваем кого-то, если получится. В принципе, здесь можно пройти полностью, не в конце. Кроме вот до этого, последнего момента. И снова мы стали фиолетовыми. То зеленые, то фиолетовые. Интересно, меняются какие-то. Отлично. Профессор. Ты нам должен. Эш, как мой старый покемон. Ну, кажется, тебя больше любят теперь. Ты должна быть очень талантливой, как тренер покемона. Что? У тебя есть что-то для меня? Я ему отдал посылку. Окей, посылка доставлена. Это специальный, ну, индивидуальный, скорее, покебол, который я заказал. Спасибо, Эдж. Кстати, я могу тебя попросить кое о чем. Хотел бы попросить о чем. И Гарри тут. Вот опять приперся. Деда. Деда, мой покемон вырос и стал сильнее. Проверит. Ммм, Гарри, отличный тайминг. Прям вовремя. Я хочу попросить вас обоих сделать кое-что для меня. На столе там мое изобретение. Покедекс. Покедекс, ну, соответственно, это автоматический компьютер, который запоминает, действительно, как здесь написано, данные покемонов, с которыми вы сражаются, где они находятся, а также показывают и другие места. То есть, если один раз вы встретили покемона, точнее, поймали его, то после этого, даже не просто поймали, а встретили, можно очень много информации о нем узнать. Эдж и Гарри, возьмите это с собой. Я получил покедекс. Наконец-то. Все. После этого можно отправляться уже дальше. Он будет вашим проводником в мире покемонов и так далее, и так далее. Я уже старый, я не могу это делать. Поэтому я хочу, чтобы вы вдвоем выполнили мою мечту за меня. Все, отправляйтесь вы двое. Хватит мозолитные глаза. Это отличная... Не знаю, что в истории покемонов, в общем. Ладно, деда, предоставь все это мне. Эш, я ненавижу так говорить, но ты мне не нужен. Ненавидит он говорить. Ну, конечно, я знаю. Я взял карту города от моей сестры. Я сказал ей не давать тебе такую. Ахаха. Окей. Ну, соответственно, это подсказка, что нам нужно пойти к его сестре. Ну, скорее всего, это в его доме. И получить карту. Дедушка сказал, да, у тебя какие-то задания. Вот, возьми, это тебе поможет. Отлично. Отлично. Так. И теперь мне нужны ботинки. Ботинки с кароходом. Надеюсь, мамка мне даст. Если ты мучаешь своего покемона, он, возможно, тебя перестанет любить. Давай посмотрим. Пикачу. О, у него ухо задвигалось. Но он уже... Как-то положительно на меня смотрит. Так, в общем, я не знаю, где ботинки брать. Возможно, и потом мне кто-нибудь подкинет. И в этой версии у меня нету основных покемонов. По крайней мере, я их пока не вижу. Не вижу, не вижу. Но есть Пикачу. Который, да, встали достаточно слабый. Но, убиваясь одного раза, это супер эффективно. Потому что... Молния по летающим бьет очень сильно. Типа, они летают, а мы с молнией... Молния сверху. Их бьем. Хотя, молния бьет, по-моему, снизу вверх. Но это уже не важно. Ну, или как-то там, как правильно. То есть, она... Если рассматривать, она как-то снизу бьет. Замедленно. Окей. Вот. Ну и... В целом... Поговорим о новой... Игре. Возможно, пока мы здесь... Входим... Идем до следующего города. В каждой траве я, конечно, могу встречать... Врагов. Кстати, у меня покеболов нет уже еще. Ни их не видели. Давайте посмотрим. Они здесь все в одном. Ну вот. Будет следующая игра... Сананмон называться, как я уже говорил. И уже нам показали двух егендарных покемонов. Которые будут. Какие у них названия, по-моему, еще так и не показали. И показали трех стартовых покемонов. По крайней мере, первая форма эволюции. Какая-то... Какая-то сова. Тигренок. И... Тюлень, что ли. В общем. Какой-то морской котик. Вот. И, в общем... Я даже пока не знаю, кем играть. Они все нормальные. Все веселые. Похвалил за то, что я... Мой Пикачу не в покеболе, а находится. А то, что он постоянно вместе со мной. Так. Оп. Я нашел зелье. Да, я помню. В некоторых случаях. Идешь, кликаешь. Ну, соответственно, папочка. И есть невидимые места. В некоторых местах, где можно найти, соответственно, зелье. Это путь... В лику покемонов. То, что мы сейчас идем. Может быть, что-то я тут полезное найду. О, Нидаран. Почему еще, допустим, можно играть в эту версию? Они встал новые. Потому что здесь покемоны первого поколения. И, соответственно, скиллы первого поколения. В общем, есть скиллы, которые, можно сказать, занесены уже в черную книгу. Которые уже нельзя никак получить. Но, например, если не передавая через кучу-кучу... Этих трейдов. Через разные версии игры. Это, соответственно... Например, у Чан Сея комет... Панч или как-то... Я уж не помню, нет. Комет или просто комет. Эш, ты идешь в покемон-лигу. Забудьте об этом. Тебя, возможно, не хватает бэджей. Охранник тебя не пропустит. Кстати, твой покемон стал сильнее. И, даже не спрашивая, хочу ли я с ним подраться... Он просто вызывает своего, и мы сейчас будем драться. Интересно, насколько он стал сильнее. Он даже двоих победил. У меня только один. Мне надо было, в общем... Подкачать. Но зато я сейчас апну очень хорошо. Летающий. Если я выживу, соответственно. Сейчас у меня будет восьмой уровень. Точно. Отлично. С первого. Погиб. Я получаю... Слой... Да ладно. Так. А, нет. Промазала. Так. Мы не будем рисковать. Так, что у нас с Тейвлвит? Дефтенс. Ну... Тандершок, в принципе, это магическая атака. Поэтому, что я буду снижать, что не буду, неважно. А вот, Ролл понижает атаку. Вот это уже... Это уже серьезно. Дважды атаку делать. Ну, как-то незаметно совершенно. Не знаю, насколько должно быть заметно. Но, в любом случае, понижать атаку и повышать атаку можно до шести раз. Не шести раз, а шести пунктов. Соответственно, есть... О, нет. Сент-атак это промах. Есть, соответственно, скиллы, которые понижают атаку на 2 пункта. Есть на 1, есть, по-моему, даже на 3 какой-то. Если не ошибаюсь. Ну, редкий очень. Ну, блин, нет. Это тоже плохо сейчас. Здесь про ману. Вот это беда. Мне проигрывать нельзя. Вообще нельзя никак. Да ладно. Давайте рискнем. По-моему, я проиграл. Мое первое поражение. Как видите, здесь не все так просто. На самом деле... Интересно, будет ли реванш или нет. Он сейчас будет посмотреть. Так. Покемоны. Давайте сразу сохранимся, на всякий случай. Да. Я хочу сохранить игру. Пойдем попробуем еще разочек. О, а я что, оказался в этой первой деревне? Почему я оказался в первой деревне, а не там? Ладно. Надо, значит, пикачу вкачать. Кстати, если не ошибаюсь, в этой версии он не может покачиваться. Ну, так вот. И, соответственно, максимум до 6 пунктов можно понижать или повышать свою атаку или защиту. И вот, например, гроул и так далее повышают, не понижают на 1 каждый раз. Вот сколько раз юзаешь. Но это 6 пунктов, это не 6 защиты, а какие-то множители. В общем, это сложная формула. Серьезная сложная формула. Ну, дядяки там серьезные все сидели, придумывали от балды, конечно. Вот, но в любом случае. Так. Мне нужен 8 уровень петербурга. Мне нужен хотя бы какой-то скин. Кроме Тандер Шока. Тандер, вот, 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 это, это уже серьезно. Вот Тандер Вейв, это точно чистый паралич. Причем очень сильный, ну, почти со 100% шансом. И вот с ним можно уже идти воевать. Добро божевывать в наш покемон центр. Мы восстановим вам вас бесплатно. Нам нужен ваш покемон. Что-то я не могу его засунуть. Покебол, а это девка может засунуть. Вот это да. Вот это поворот. Окей, дубль два. В новых версиях, последних, там вообще проиграть невозможно. В первых битвах там сделано все, чтобы не проиграть. Гарри, ты не уходишь до сих пор отсюда? Эй, тебя не пропустят, но мы с тобой сразимся, прежде чем я тебя отпущу. Такой он, Гарри. Тяжелый, я еще Гарри слышу. Я уже не помню. Окей, он хочет с нами сражаться. Так, ну мы сразу тандер-шок. Супер-билетик. Критиковый удар был. Я еще один тандер-шок. В новой версии, прежде чем найти, начать играть, в смысле начать проходить все, нужно будет прокачать... Как это там называется? Евэ. Эффорт вэлью. По-английски. То есть это, скажем, внутренний показатель твоего покемона, который нигде не показывается снаружи, но, соответственно, если всего можно показать, прокачать до 252, если не ошибаюсь... Да ладно, он же запролезнет. Запролезнет. И он каждый раз попадает. Только не говори, что паролиз здесь по-другому работает. Ну, отлично, я теперь помажу. Да, кажется, я второй раз поиграю. Это у меня 4 раза уже. Я здесь вообще попасть не смогу. 5 раз. Я вообще хоть раз попаду. А он почему-то бьет через паролиз, причем каждый раз. Да ладно. Нужен, короче, второй покемон. Чтобы не париться. Если бы я его поменял на другого покемона, то... Может, еще есть шанс маленький. Если сейчас он мне попадет... Нет, он мне не попадет. Давай, хорошо. Хорошо. Давай. О, первый раз запролезил я. О, неужели я победил? Красавчик. Тандер-шоу. 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 157, и я становлюсь 9-го уровня. Если бы я сменил покемона, то с него, если не ошибаюсь, сползают все вот эти негативные, отрицательные эффекты, которых не видно. Типа промахи и другие, другие. Ну, я не помню, это так и работает или нет. Но, если не ошибаюсь, это так и оправдан. Вот, поэтому можно было бы что-то с ним сделать. Опасно здесь идти. Опасно очень. Давайте, отлично. Я даже, кстати, точно, я помню. Здесь что-то у нас есть. Что-то точно должно быть здесь. Нет, ничего. Я думаю, здесь покебол будет или что-то еще. Кстати, видите, здесь, допустим, нельзя ходить посередине. Раньше, ну, в новых версиях можно. Здесь нет, нельзя. Здесь практически вот эта клетка. По определенным клеткам можно ходить. Так, что бы дальше делать? Ну да, дальше мы идем, вылечимся еще разочек. И нужно что-то закупиться. Иначе будет тяжко. То есть мне нужно купить покебола, который мне не дали. И это неправильно. Так, может быть, ты мне дашь покебола? Ты мне не хочешь дать покебола? Не хочет дать покебола. Оушен мне дали. Покебола нет. Хорошо. Так. Ты мне не хочешь покебола дать? Нет, ты мне не хочешь дать покебола. Так. Покебол. Пять. Оушен. Два. Дорого все это. Антидот. Самое главное это антидот. Паралис, в принципе, терпим еще. Паралис, ну еще бёрн, конечно. Паралис. Минус паралис это то, что есть 50%, если не ошибаюсь. То, что атака не пройдет, а также... Ой, или сколько там, не 50%, а сколько там. То, что атака не пройдет. Самое главное то, что скорость замедляется на 50%. То есть, если у покемона раньше ходил первым, у него лишат паралич, этот покемон будет ходить вторым, потому что у него скорость будет меньше. Ладно, так, давайте все эти страницы почитаем. Тут основные мелкие начальные знания показываются. В итоге она мне... Я посмотрел записи, она сказала, не смотри мои записи. Не смотри. Мм, птичка. Спири. Спирал Спири. Сказал, что придумать сложный ник, интересный ник, очень сложно. Проще всего взять оригинальное имя. Мм, я слышал, мой кофе очень хорош. Ты действительно можешь пройти дальше. Извиняюсь, что я был груб с тобой. Я вижу, что используешь покедекс. Я покажу тебе, как ловить покемонов в качестве извинения. И он стал драться со мной. Нет. Не стал драться. Это так. Это просто он ленивый старик. Никуда не захотел пойти. Вызвал какую-нибудь там ротату и... Вот так. Это не сработало. Кажется, я теряю ход. И у меня закончили с покебола. Мне нужно получить... Мне нужно пойти в покемон марку, купить несколько. И он свалил. Надеюсь, вот эта девка подойдет и даст покебола. Да? Да? Нет? Хм. Ладно. Так, ну это джим. Мне сюда не надо сейчас. Мы можем, конечно, поговорить с этим стариком и пойти дальше. Окей. Эти деревья придется позже рубить. Нам нужен кат. Кат. Кат, кат, кат. Где-то добывается. В каком-то джиме. Но в любом случае нам нужен не только HM, то есть hidden machine. С катом. Но и... Но и разрешение его использовать. Каждый раз, когда мы побеждаем джим, мы можем использовать одну hidden machine. Или HM. Эти HM, они отличаются тем, что их нельзя заменить. То есть, если их выучил, их можно только удалить из специального NPC. Я прибыл сюда с некоторыми друзьями. А не для драк... Для покемоновых драк. Ну, куда идти, я знаю. Мы пройдем сюда, потому что здесь какой-то покебол есть. И он действительно именно покебол. Кстати, в хороших версиях... Ну, как бы, в хороших версиях, в более новых версиях, именно в этом месте можно поймать Покачу. Я не знаю, как здесь, но... Нидоран... Мальчик. А, Нидоран девочка? Вот с таким значком. Изменен цвет, но... Микки изменена только вот эта стрелочка, показывающая, соответственно, мужская и женская. Лир. Вроде сильный скилл. Вспышка молнии как будто идет. Но... На самом деле, ничего особенного. Ммм... Проиграла. Нечего таких покемонов слабых выставлять против моего Пикачу девятого уровня. Вот здесь, я помню, где-то там надо было водить. Я думал, он должен был драться. Сказал, что не закончились покеболы, и тебе лучше таскать парочку запасных. Так, ну и мне нужно кого-то поймать обязательно будет. Ммм... Конечно, ловить жуков не очень. Хорошая затея. Мне интересно, можно ли будет получить... Бульбазавра и этого, и этого, и этого. Чермандера и... Сквиртва. Ну и, соответственно, прокачать их дальше. В Черезарда полостой своей назад. Эмм... Не соответственно, но... Соответственно, все три. Потому что тогда у меня будет два хорошего покемона. Ну, в принципе, первых 151, если включаете мои уровни. То эти покемоны одни из самых сильных. Как раз Пикачу довольно слабый. В принципе, слабый. И то, что он в аниме там... Я, правда... Эмм... Не знаю. Эмм... Максимум смотрел серии, когда... После Нового года... Отходняк у всех, и... Люб... Любое подобное будет очень смешно. Но... Фильм... Так. Ну, давайте один раз ударим. Если выживешь... Если выживешь, то ты будешь достоин... Нет. Ты не достоин. Все. На этом можно... Почему ты достоин был бы... Ты не узнаешь. Так. Ну, давайте подеремся. Нужно со всеми драться. Мне нужен уровень. Уровень, уровень, уровень. Уровень, уровень. Ты не сможешь ускользнуть, если ты тренер покемонов. Метапот. Это вторая форма Катарпинга. Недавно я нашел... Шайни Катарпинга. У меня, соответственно, Метапот. Это потом можно будет и падать. В любом случае. Причем, Шайни Катарты, которые... С оригинальным именем намного сложнее. Потому что у меня много... Светящихся Шайни покемонов, которые... Не с оригинальным именем. А я их трейжу на что-то еще. Хочу собрать Шайни покедекс. Ну, чисто. Никаких... Читов. А именно... Через ГТС. Трейжа. Трейдия. Ну и некоторых выращивает. Стартных. Когда есть время... Трейгачу. Трейгачу. Хочет использовать... Выучить Крик Атак. Когда четыре способности, можно одну заменить. И... Давайте... Трейгачу. Трейгачу. Пронежает П Атаку. Лучше Крик Атак использовать. Трейгачу. О'кей. Смотрите продолжение. Да. Всем пока.